Всем привет! Сегодня мы с вами выполним в Гудине вот такую интересную анимацию. На сей раз у нас не будет сложной математики. Мы решим задачу простыми средствами процедурной анимации. И теперь, когда клиент попросит вас сделать кровеносную систему пришельца, вы будете готовы. Приступим. Для начала предлагаю разобраться, каким образом можно сделать эти самые вены. Начнем с одной, а потом уже будем размножать ее. Давайте выберем на полке Create Instrument Curve и начнем рисовать. Просто выбираем место, щелкаем, 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 щелкаем. Где именно будут стоять точки кривой, неважно. Это просто временная кривая для того, чтобы обкатать алгоритм. Вот мы ее сделали. Давайте войдем внутрь и здесь на ноде Curve мы выберем тип кривой NERVS. Кривая у нас получилась достаточно гладкая. Но теперь нам все равно придется преобразовать ее обратно в полигон. Сделаем это с помощью ноды Convert. Получилась полигональная линия и мы можем немного увеличить частоту. Нода Convert преобразует входную геометрию. В данном случае она у нас конвертирует в полигоны. Здесь мы можем выбрать также разные варианты конвертации. Теперь нам нужно придать этой кривой объем. Для этого существует нода, которая называется Polywire. И как вы видите, вместо обычной кривой мы получили геометрию. Здесь есть несколько полезных параметров. Например, Divisions. Сейчас у нас стоит 4, поэтому у нас получается такое квадратное сечение. Сделаем его побольше. И чтобы было виднее, выберем Flat Shaded. Естественно, мы можем на входе менять нашу кривую, как-то ее анимировать, все будет работать. Хорошо, теперь давайте поймем, каким образом мы можем регулировать толщину этой кривой. Polywire, если мы откроем его Help, здесь написано, что Polywire может читать локальные переменные, которые заданы нодой Point, а также локальные переменные, которые называются Wits, Segs и так далее. Как вы, может быть, помните из прошлых уроков, Wits — это переменная, которая отвечает за толщину. Давайте мы проверим, каким образом мы сможем ее использовать. Если мы сейчас создадим эту переменную, Attribute Create. Добавляем переменную Wits и сделаем ее, допустим, единицы. Сейчас ничего не изменилось. Мы должны к этой переменной обратиться из Polywire. Здесь у нас есть параметр WireRadius. Мы его увеличим и увеличим в Radius. Давайте вместо него мы поставим $Wits большими буквами. И вот здесь задавалась толщина равная единице. Мы можем зайти в Attribute Create и менять этот параметр. Самое приятное, что этот атрибут может отличаться у разных точек и Polywire все равно будет корректно его обрабатывать. Давайте проверим. В Attribute Create мы здесь зададим, ну, допустим, просто $$ 5 большими буквами, то есть случайное число в зависимости от номера точки. И вот у нас получилась такая клевая штука. Нам будет необходимо анимировать эту толщину. Есть нода, которая называется Carve. Если мы сюда подключим, она может делать, например, обрезку кривой, сделать эффект рисования. Если мы выбираем вкладку Extract, у нас как будто бы все теряется. Теперь мы можем, с помощью вот этого параметра FirstU, двигать одну единственную точку по поверхности нашей кривой. Если мы нажмем средние кнопки мыши по этой ноде, мы увидим, что здесь всего лишь одна точка. То есть мы выделили на поверхности кривой одну точку, и мы можем ее анимировать. Осталось только понять, как использовать эту точку для того, чтобы задавать атрибут WITS. Мы можем воспользоваться нодой с названием Attribute Transfer. Вот так она называется. У нее есть два входа. Первый вход — это Geometry to Transfer Attributes to, то есть некая геометрия, к которой мы хотим применить эти атрибуты. И вторая точка — это Geometry to Transfer Attributes from. Это очень мощная нода. Она позволяет передавать атрибуты с одной геометрии на другую, исходя из близости точек. Давайте мы подключим входную геометрию, нашу изначальную линию, на выходную Carve. И мы это можем проверить, например, с помощью цвета. Здесь добавим ноду Point. Выберем Add Color, Delete Channel. И сделаем нашу кривую, допустим, красную. Также Copy-Paste. Добавим ноду Point в ветку, где находится наша точка. И сделаем цвет, допустим, желтый. Сейчас у нас вся кривая окрасилась в желтый цвет. Идем в Attribute Transfer, во вкладку Condition. И здесь мы должны уменьшить Distance Threshold. Если мы будем его уменьшать, то у нас получится вот такая картина. Теперь подвигаем нашу точку. И вот вы видите, что у нас вместе с этой точкой двигается желтый цвет по линии. То есть на эту линию передается атрибут с этой точки. Но нам с вами не нужен цвет как таковой. Хотя, конечно, мы можем его использовать. Нам нужен атрибут Width. Поэтому пока удадим тебе Point. Добавим атрибут Width на левую ветку и на правую ветку. Сделаем это с помощью Point Wrangler. Здесь пишем собака Width равно, скажем, 0.5. Точка запятой. Если мы пойдем в поле Wire, мы увидим, что атрибут Width у нас сработал. Но 0.5 это слишком много. Давайте 0.1. И точно такой же атрибут мы добавим в правую ветку. Ctrl-C, Ctrl-V. Только здесь мы его сделаем. Ну, скажем, 0.3. И вот получилось утолщение в том месте, где точка проходит по кривой. Подвигаем эту точку и видим, что это именно тот результат, который нам нужен. Как видите, в начале и в конце кривой у нас получается вот такое расширение. Это, в общем, понятно, потому что крайняя точка теперь у нас получается с атрибутом с максимальной ширины. Нам нужно, чтобы наша вена вообще сужалась к концу. Чтобы она не заканчивалась так резко. Давайте реализуем это сужение. Вот у нас после attribute transfer по кривой, по точкам кривой, разошлись наши атрибуты Width. И мы хотим, чтобы первой и последней точкой они были, скажем, равны нулю. И потом потихонечку расширялись, допустим, до середины. И снова шли на спад. Как это можно сделать? Ну, давайте сначала добавим PointRangle после attribute transfer. Сначала мы посчитаем относительное положение точки в кривой. У нас есть номера точек. Вот они идут от 0 до 16 в данном случае. Также мы можем узнать общее количество точек в кривой. И теперь, если мы поделим номер текущей точки на общее количество точек, мы получим число от 0 до 1, которое будет показывать, на каком месте кривой находится эта точка. Создадим для начала тестовую переменную. Пишем собака тест равно. Как вы помните, перед значком собаки вексе нужно писать тип этой переменной. То есть f float, v vector, e integer и так далее. Но также, если вы делаете атрибут с плавающей точкой, то есть float, вы можете вообще ничего не писать, и Гудини сам поймет, о чем идет речь. То есть пишем тест. Мы должны разделить номер текущей точки на количество точек. Это переменные, которые называются собака 5 num. Делить нас собака numpt. Точка запятой. Сейчас у нас появился атрибут тест, и он неожиданно равен нулю. Это не то, что нам нужно. Дело в том, что 5 num и numpt это целочисленные переменные. То есть в данном случае у нас Гудини делит целое число на целое число. Получается 0.5. Естественно, он его округляет. Получается 0. Для того, чтобы этого избежать, создадим временные переменные, которым мы назначим эти значения. Эти переменные будут float, и потом у нас все получится. Давайте пишем float pn равно собака 5 num, точка запятой. float np равно собака numpt, точка запятой. И теперь мы можем наш атрибут pn разделить на np, точка запятой. И вот уже совсем другое дело. Атрибут тест у нас теперь меняется от 0 до 0.94, почти единицы. Но мы хотим, чтобы в конце была именно единица. Поскольку мы знаем, что у нас кривая, и у нас точно будет больше одной точки, давайте из нашего знаменателя np вычтем единицу. То есть из общего количества точек. И вот у нас получилось правильное распределение от 0 до 1. Отлично. Теперь мы можем его использовать для того, чтобы сужать кривую к концам. В этом point в Rangle мы выберем edit параметр interface и добавим параметр ramp. Мы его положим наверх. Он называется у нас parm. Except. Вот к ноде в Rangle добавилась такая кривая, которую мы можем каким-то образом менять. И к этой кривой мы можем обращаться. На вход мы подаем число от 0 до 1. А ramp возвращает соответствующее этому числу значение. Для того, чтобы к ней обратиться, используем функцию, которая называется chramp. Эта функция у нас просит два параметра. Название татуи ramp, к которой мы обращаемся, пишем в кавычках, как вы помните, parm. И через запятую число от 0 до 1. Закроем финальную скобку. Обратим внимание на атрибут test. Если мы сейчас будем менять, допустим, здесь сделаем вот такую форму кривой, то у нас к краям нашей кривой этот атрибут будет уменьшаться, а потом будет увеличиваться. Нам осталось домножить на этот атрибут нашу толщину. Поэтому давайте мы сделаем так. Sobaka.wits умножить равно chramp и так далее. То есть мы просто наш wits домножили на этот параметр каждой точки. И вот у нас в поле wire уже получилась вот такая интересная картинка. Здесь мы можем создавать любую форму этой кривой. Делать так, чтобы она не так резко шла на спад. Можем даже сделать вот так. И теперь, если мы будем двигать точку по кривой, то утолщение к концу будет точно так же сужаться. Именно то, что нам нужно. Теперь мы хотим, чтобы у нас кривая была не одна, их было много. Они были как-то красиво распределены в пространстве. И, конечно же, мы не хотим рисовать их вручную. И сделаем мы это случайное распределение кривых с помощью частиц. Давайте создадим emitter. Набираем circle, то есть круг. Сделаем orientation zx, чтобы он смотрел вверх. Создадим на этом кругу какое-то количество точек. Берем ноду scatter. Scatter просто случайным образом разбрасывает точки по геометрии. В последней версии Houdini здесь появился параметр, который называется relax. И он как-то отодвигает точки друг от друга, чтобы они не были слишком друг другу близки. По умолчанию он стоит достаточно большой. Получается такое равномерное распределение. Мы можем уменьшить его до нуля. Вот у нас совершенно случайное распределение точек. И сейчас у нас очень большое их количество. Давайте сделаем 10. У нас вот есть 10 точек. Создадим pop-network. Подключаем точки на первый вход. И идем внутрь. То, что мы сейчас сделаем, чем-то напоминает логику, которая уже была озвучена в уроке про деление бактерий. То есть мы сейчас сначала создадим частицы в первом кадре, а потом будем их размножать. Давайте мы здесь сделаем source first input. Выберем all points. First context geometry. Все правильно. И здесь наберем $F равно равно 1. Вот у нас в первом кадре создаются частицы. Отключим guide, чтобы он нам не мешал. Мы хотим, чтобы частицы двигались. Зайдем в вкладку attributes. И вместо initial velocity use inherited velocity поставим add to inherited velocity. И сделаем скорость случайную. То есть у нас velocity, как видите, 0, а variance везде единица. Если мы сейчас запустим. Вот у нас точки полетели в разные стороны. Сделаем проигрывание в реальном времени. Вот они летят. И теперь мы хотим рождать еще какое-то количество точек. Добавим source. Pop-source. Вот к нему мы в этот же merge. А здесь мы хотим source использовать доп-object. В качестве доп-object мы пишем текущий объект. То есть pop-object. Это вот он. И здесь мы выберем points. Мы не хотим копировать каждую точку. Это будет слишком их большое количество. Поэтому мы заходим в birth. Вбиваем constant activation. В качестве impulse count допустим у нас будет каждый шаг рождаться 3 частицы. И impulse activation тоже будем менять. Пишем dollar f процент 20 равно равно нулю. То есть у нас каждые 20 кадров будет рождаться 3 новых частицы из предыдущих. Здесь мы также выберем attributes. attributes add to inherited velocity. Запустим. Вот у нас появляются новые частицы, которые летят в разные стороны. Зачем нам это нужно? Переходим на уровень выше. И после pop-net добавляем ноду trail. Мы уже с ней знакомы. Она позволяет, например, вычислять скорости или рисовать линии за точками. Выбираем result type. Connect as polygons. Trail length. Пусть у нас будет какая-нибудь большая. 200. И также снимем галку с close rows. Запустим анимацию. И вот за нашими частицами рисуются линии. Сейчас они прямые, потому что частицы не меняют скорость и направление движения. Давайте это исправим. Пойдем в pop-network. И здесь после merge мы, например, добавим pop-force. И в pop-force в вкладке noise поднимем амплитуду. То есть добавим шума к нашим скоростям. Посмотрим, как они у нас теперь летают. Сейчас не очень хорошо видно. Поднимемся на уровень выше. У нас флаг view стоит на ноде trail. И здесь мы просто заблокируем наш viewport, чтобы он оставался на этом уровне с помощью этой кнопки. Поэтому если мы даже пойдем внутрь pop-netа и запустим анимацию, у нас все равно будет рисоваться линия. Вот как видите, уже что-то более органичное. С помощью такого приема можно делать всякие корни, нервную систему и так далее. Сейчас все не очень красиво. Будем улучшать. Добавим axis force. Pop-axis force. Я уже показывал в предыдущих уроках, что делает эта сила. Она позволяет создавать вихри. Закручивая частицы по кругу, поднимать их и приближать к центру. Сейчас, чтобы увидеть размер ее радиуса, давайте мы снова выключим привязку viewport. И вот появился радиус нашего pop-axis force. Он достаточно маленький. Надо его как-то сильно увеличить. Я увеличиваю до 10. И высоту тоже до 10. Я хочу, чтобы наши частицы летели вверх. Поэтому я сдвину этот шар наверх, чтобы source лежал у его основания. В параметре центр мы просто поднимаем y. Как-то так. И начнем заниматься параметрами. Увеличим скорость подъема частиц. Увеличим центростремительную скорость. Иначе они у нас просто разлетятся в разные стороны. И также чуть-чуть увеличим скорость движения по орбите. Запускаем. Здесь нам снова понадобится видеть наши линии. Результат такой интересный. Но немного нам не подходящий. Нам нужно, чтобы они все-таки разлетались друг от друга. У нас слишком большая центростремительная скорость. Уменьшим ее значительно. На мой вкус они слишком сильно закручиваются. Уменьшим эту орбиту. Просто, чтобы было небольшое их движение по кругу. На всякий случай запустим анимацию сначала, чтобы проверить, что мы видим именно то, что нужно. Слишком сильно. 0.5. Запускаем. И опять-таки можно чуть-чуть увеличить разлет частиц в разные стороны. Уменьшаем сакшн спид. Допустим, до 0.1. И вот у нас нарисовалась такая интересная структура. Поднимаемся наверх. Конечно, мы не хотим, чтобы эта структура у нас рисовалась снизу доверху. Мы хотим, чтобы она у нас сразу же была готовой. Добавим ноду TimeShift. Сейчас здесь в параметре Frame стоит $F, то есть текущий кадр. Мы просто нажмем Delete Channels. И у нас поставился кадр номер 130. То есть у нас теперь после ноды TimeShift получится вот такая вот застывшая картинка. Здесь мы можем выбрать, например, кадр 150, чтобы наши вены выросли еще больше. Ну и в общем подобрать необходимый параметр. Давайте проверим, как это будет выглядеть вместе с Polywire. Добавляем Polywire, просто чтобы убедиться, что в объеме у нас линии выглядят достаточно органично. Мне кажется, можно добавить еще немного разлета линиям. Зайдем в PopNetwork и в PopForce мы увеличим амплитуду. Просто увеличим случайную составляющую ее. Хорошо, мы сделали две основные части. Мы придумали, как двигать по венам утолщение. Мы придумали, как сделать сами вены. Теперь давайте эти два алгоритма объединим. Здесь мы можем вообще убрать первые две ноды. Мы сделаем просто No. Вот у нас наш алгоритм движения утолщения. Давайте мы его добавим. Если мы после TimeShift вставим ноду Carve, которая у нас двигает точки по кривым, выберем здесь Extract. И когда мы будем двигать параметр FirstView, то он у нас влияет на все точки одновременно. Это не очень хорошо. Мы хотим каким-то образом влиять на них индивидуально. К тому же, как вы видите, у нас есть точки, которые не двигаются вообще. Как я понимаю, эти точки находятся на очень коротких отрезках кривых. Или они только-только начали рождаться. Ну да, вот видите, они отделены от общей линии. И нам необходимо от них также избавиться. То есть есть несколько проблем. Нам нужно их решить. Начнем с простого. Избавимся от слишком коротких отрезков кривой. Для этого мы воспользуемся нодой, которая называется Measure. Вот так вот. Измерение. Она позволяет измерять разные параметры. Например, периметр, площадь полигонов и так далее. Мы здесь выберем тип периметр. Войдем в Geometry Spreadsheet. Здесь выберем отображение примитивов. И вот параметр периметр. Видите, длинные достаточно есть примитивы там от 35. Но также есть и достаточно короткие. Вот здесь вообще ноль. Есть два, три. Их надо удалить. Нода delete. Здесь выберем entity примитив. Все правильно. Delete by expression. И здесь мы запишем. Доллар периметр меньше, ну скажем, 1.5. Теперь, если мы щелкнем средней кнопкой по Measure, у нас 34 примитива. Щелкнем по Delete. У нас 31 примитив. То есть, три примитива у нас удалились. Одна проблема решена. Теперь нам нужно придумать, каким образом мы можем использовать этот алгоритм для того, чтобы индивидуально контролировать движение точек по кривым. Для этого существует нода, которая называется ForEach. Эта нода просто создает цикл. Если вы знакомы с программированием, вы понимаете, что это значит. То есть, например, она может запускаться 10 раз. Или она может запускаться отдельно для каждого полигона. Или для каждой точки. Или для каждого атрибута. Здесь есть параметр For. Сейчас стоит Each Group. Мы выберем Each Primitive Points. И мы можем зайти внутрь. И здесь создать новую сетку Node. И эта сетка будет выполняться отдельно для каждого примитива. А все остальные как будто будут удаляться. Мы сюда подтащим вот эту логику. Выделяем все. Ctrl-X. Заходим в ForEach. Ctrl-V. Вот здесь есть нода, которая называется Each. Это и есть вход нашего цикла. Мы ее подключим к нашему нулю. И сейчас мы сможем с помощью этого Carve двигать утолщение по нашим кривым. Давайте перейдем наверх. На этой ноде создался атрибут Width, как вы помните. Идем в поле Wire. И здесь пишем $Width. Ну вот, все правильно. У нас создались утолщения на кривых. Но сейчас они у нас везде находятся в одной точке. То есть вот 0.27. То есть мы берем примерно треть от каждой кривой и ставим там эту точку. Мы должны менять значение FirstU в ноде Carve каким-то произвольным образом. В задумке анимации эти утолщения у нас должны распространяться снизу вверх. По отдельной кривой они идут через какой-то отрезок времени, равный с определенной частотой. Эта частота должна отличаться у разных кривых. Также должна отличаться скорость пробегания утолщений. Для того, чтобы реализовать эту логику, мы воспользуемся ЧОП-нетворком. И внутри сгенерируем необходимую нам анимацию. Для этого перед ForEach мы вставим ноду NULL. Просто чтобы знать, что вот здесь мы обращаемся к ЧОП-нетворку. Напишем ToChop. И создадим ЧОП-нетворку. Ныряем внутрь. Переходим в MotionFXView. И добавим ноду Wave. Эта нода нам уже знакома. Она создает сейчас такую синусоиду. Но также она может создавать и другие огибающие. Давайте мы войдем в тип и посмотрим, что здесь есть еще. Сейчас стоит sine, синус. Мы можем выбрать Gaussian. У нас получилась вот такая вот интересная кривая. У нас есть triangle треугольная. У нас есть, например, square. Такой меандр. Пульс. Отдельные пики. И также есть ramp. И ramp это именно то, что нам нужно. Как вы помните, у нас карв на вход принимает значение от нуля до единицы. И если мы подадим сейчас на его вход вот такую кривую, то у нас получится движение точки равномерное от нуля до единицы. Когда она доходит до единицы, снова перескакивает на ноль. И опять движется в том же направлении. А теперь мы создадим не одну такую кривую. А столько кривых, сколько у нас существует полигонов. И каждую эту кривую мы индивидуальным образом изменим. Мы изменим частоту, мы изменим скважность. И сделаем случайную анимацию для наших разных примитивов. Мы зайдем во вкладку channel. Сейчас у нас здесь стоит channel name chan1. То есть у нас создается один канал. И это вот и есть наш канал с кривой. Если мы здесь запишем так, chan в квадратных скобках 1, defis 10. Квадратные скобки закрываются. То мы увидим, у нас поменялся цвет и появилось много новых названий графиков. На самом деле, если мы кликнем средней кнопкой, мы видим, что у нас сейчас 10 каналов. То есть, по сути, у нас 10 графиков. Но они не отличаются друг от друга и друг на друга накладываются. Давайте мы их как-то рандомизируем. Пойдем в waveform, например, период. Здесь мы напишем fit01, rand. А в качестве seed для случайного числа мы возьмем номер текущего канала. Его можно прочитать в переменной $c, $c. Добавим какое-то случайное значение. Закроем скобку. И будем менять этот fit, допустим, от 1 до 5. Закрываем скобку. А сейчас у нас здесь есть много графиков, 10, у которых отличается период. Сейчас мы можем выбрать вот здесь, где написано graphs. Например, вместо all scoped channel, graph per single channel. И теперь у нас здесь будут отображаться отдельные графики для каждой нашей кривой. Вернемся обратно. Также в текущей анимации, если мы подключим то, что есть, у нас точка сразу дойдя до конца, начнет новое путешествие из начала. Мне бы хотелось сделать паузу. Есть несколько вариантов. Самый простой, как мне кажется, это изменить параметр offset. Если мы сдвинем offset вниз, то у нас графики начинаются ниже нуля. И теперь подключим ноду limit. Выберем здесь type clamp. А в качестве минимума назначим 0. Все, что ниже нуля, обрезалось. И образовалась такая пауза между соседними анимациями. Давайте мы вернемся в wave и тоже рандомизируем это значение. То есть выберем fit01. Rand$c плюс значение. Какой мы хотим здесь сделать диапазон? От 0.2 до 0.6. То есть, конечно, от минус 0.2 и минус 0.6. Если мы сейчас посмотрим граф per single channels, то мы увидим, что у нас эти паузы между анимациями у разных графиков отличаются. Теперь у нас возникла небольшая проблема, поскольку мы сдвигаем график вниз, у нас сдвинулось и максимальное его значение. Причем у разных каналов по-разному. Но ничего страшного. Выбираем ноду mass. И в ней во вкладке range мы сделаем новый fit. Я уже рассказывал вам про эту функцию. Мы процедурно найдем максимум для каждого нашего канала. Пишем icmax. 0,$c, то есть номер канала. И вот снова все нормализовано. Анимация идет от 0 до 1. Также мы можем здесь менять еще какие-то параметры. Например, face. Выбрать начало, с которого у нас начинаются эти графики. Можно даже его рандомизировать. Но меня в принципе устраивает то, что есть. Итак, сейчас здесь 10 графиков. А мы хотим не 10 графиков, а столько, сколько у нас примитивов. В ноде wave о вкладке channel, где у нас стоит десятка, мы запишем такое выражение. Обратный апостроф или backtick, он у меня находится над клавишей tab. А здесь пишем nprims. Это функция, которая возвращает число примитивов в определенной ноде. А путь к этой ноде мы должны записать в скобках. Поэтому пишем в кавычках. Две точки поднимаемся на уровень выше. Две точки поднимаемся из нашего чоп-нета. И пишем to.чоп. Кавычки закрываются, скобка закрывается. И еще раз backtick. Зачем здесь нужен backtick? Дело в том, что это строковая переменная, название канала. А для того, чтобы вставить строковую переменную, какое-то значение из числовой функции, мы должны заключить ее в обратный апостроф. Если мы средней кнопкой мыши щелкнем по ноде wave, мы увидим, что у нас сейчас 31 канал. Поднимемся на уровень выше. Здесь мы щелкнем средней кнопкой мыши по тут чоп. Мы увидим, что у нас 31 примитив. Примитив в данном случае это линия. То есть точки, соединенные между собой. Давайте посмотрим на некоторые графики. У нас есть график, например, который проходит от начала до конца за 10 кадров. Это очень мало. Мы не хотим, чтобы у нас была такая быстрая анимация. Давайте увеличим границы периода. Сейчас стоит от 1 до 5. Мы увеличим место 1, поставим 3. Вот у нас уже более интересная картинка. Давайте посмотрим. В среднем здесь идет пролет 60 кадров. Это уже более походит на правду. Больше чем 2 секунды. Вполне нормальное время. Если что, мы его потом еще подправим. Хорошо, почти все готово. Есть разные скорости, есть разные скважности, есть разная частота. Давайте создадим здесь null. Назовем его out. Будем обращаться к нему. Переходим обратно на уровень геометрии. Мы хотим читать эти каналы из нашего цикла for each. Давайте мы в carve, в значение first u подставим такое выражение. Начнем писать chop cf. Эта функция позволяет считать значения конкретного канала из chop network. Первый ее параметр — это путь до chop net. Пишем две точки, слэш, две точки, слэш. Поднимаемся на уровень геометрии. Пишем chop net 1, слэш, out. Большими буквами нет. Второй параметр — это номер канала. Вместо него мы должны подставить номер текущего примитива. Его мы возьмем вот здесь. В ноде each он подставляется в значение value. То есть мы можем просто скопировать вот это первое значение из value, copy параметр. Carve можем, допустим, куда-нибудь вот сюда вот его просто записать. Paste copied relative reference. Ну, чтобы у нас эта функция написалась. Ctrl X. Здесь second u нам не нужен. Отключим его. И Ctrl V. Ставим ссылку на этот параметр сюда. У нас номер примитива начинается от нуля, а номер канала начинается от единицы. Поэтому прибавим к нему единицу. Запятая. Следующий, последний параметр — это номер кадра, из которого мы берем значение. $F. Скобка закрывается. Как вы видите, у нас пошла анимация. Давайте мы перейдем на уровень выше и посмотрим, как это выглядит. Все работает именно так, как мы ожидали. Как вы видите, у нас утолщения идут с разными скоростями. Они идут через паузу. В основании наших вен почему-то не происходит сужение. И здесь, когда появляются утолщения, они выглядят очень некрасиво. Во-первых, давайте удалим слишком короткие полигоны. У нас сейчас минимальное значение периметра, до которого мы удаляем полигоны, стоит полтора. Давайте я делаю повыше. Там, например, 4. Просто чтобы удалить слишком короткие, войдем внутрь нашего ForEach. Как вы видите, у нас достаточно большое расстояние между соседними точками. Из-за этого наше утолщение выглядит достаточно уродливо. Эти такие вот прямые формы. Кроме того, в нашем поле Wire сейчас стоит Divisions 4, поэтому он квадратный. Давайте мы сразу тут это поправим. Сделаем 8. И увеличим количество точек. Для этого мы просто здесь, после Delete, добавим ноду, которая называется Resample. Нода Resample позволяет менять количество и распределение точек на кривых. Вот это на ее входе. А вот результат ее работы. Здесь мы можем задавать максимальную длину сегмента. И, исходя из этой длины, Resample будет нам все пересчитывать. В данный момент нам не интересует тонкая настройка. Мы просто увеличили количество точек. Посмотрим, что изменилось. Наше утолщение все еще странной формы. Давайте мы закрепим этот вид на viewport. Войдем внутрь ForEach. И здесь поиграем параметрами Attribute Transfer. Сейчас у нас стоит вот такой Distance Threshold. То есть, начиная с такого расстояния, начинают передаваться атрибуты с точки на линию. Давайте мы его увеличим. Вот вы видите. У нас увеличивается и длина наших утолщений. Также здесь есть параметр, который называется Blend Width. Ну, то есть, ширина перехода. Если мы начнем его увеличивать, как вы видите, у нас получается именно то, что мы хотим. Кстати говоря, я не буду показывать этого в уроке. Но точно так же, используя значение Each, номер текущего примитива, мы можем здесь, например, менять случайным образом толщину нашего утолщения для каждого примитива в отдельности, а также, например, длину его расползания. Но пока меня это устраивает. Перейдем выше. И, как вы видите, сейчас, когда мы добавили точки, у нас все исправилось. То есть, у нас теперь нет таких странных некрасивых утолщений в начале. Ну, теперь нам осталось проверить тайминги нашей анимации и переходить ко второй части. Выберем какой-то вид, который наиболее подходит для наблюдений. И сделаем флипбук. Щелкаем по иконке флипбука правой кнопкой флипбук with new settings. Сделаем, например, до сотого кадра. И нажмем accept. Флипбук просчитался. Теперь, если мы его запустим, мы можем видеть анимацию в реальном времени. Но, как вы видите, скорости более-менее нормальные. Кое-где, может быть, слишком они быстрые. Но это уже легко меняется. Параметрами внутри ЧОП-нетворка. Ну что же, для первой части этого достаточно. Мы сделали основную анимацию. А в следующей части урока мы займемся шейдером и рендером. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова